Они делают жизнь округа ярче, интереснее и содержательнее. Молодежные детские и общественные объединения Ненецкого округа в 15-й раз собрались вместе. На традиционной ярмарке были представлены всевозможные студии, кружки, клубы интересов и объединения. Благодаря их работе дети и молодежь региона открывают в себе таланты и занимаются творчеством. Своими руками изготовить глиняный сосуд можно теперь и в Наринмаре под чутким руководством Александра Лапановича. Приверженец всего нового и интересного с удовольствием делится своими находками с детьми. В его студии идут занятия по рисованию песком к гончарному делу. Буквально два месяца назад открылся кружок робототехники. Она позволяет все, что в школе преподают, математику, физику, все это увидеть, как это в жизни применяется. То есть любая математическая формула, будучи заложена в робота, позволяет ему выполнять определенные действия. Ездить по траектории или брать предметы, или распознавать предметы. То есть все это основано на науке, а именно этого и не хватает детям в школе увидеть, как то, что им преподают, как оно вообще реализуется в жизни. Конструирование, рисование, фото- и видеосъемка, лоскутное шитье – это лишь малая часть направлений, доступных Наринмарцам. Общественные объединения дают выбор в творчестве. Хочешь – играй в ненецкие шахматы, хочешь – создавай скульптуры из металла. Недавно в столице региона открылась мастерская «Моторика», где можно обучиться электросварке. За этот месяц где-то два человека были до 18 лет, и три человека, там уже люди старше меня в два раза. Ну, в принципе, пришли, я им всё показал. И они начали практиковаться. Кто-то прям сам ранним утром приходит, у кого время есть, кто-то вечером. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы переехали в другое помещение, более крупное, где я уже смогу чисто по модулям разделить работу, и больше людей к нам поместится. С каждым годом в Ненецком округе появляются и новые направления физкультуры и спорта. Так, в октябре 2016 года официально зарегистрирована Окружная федерация армрестлинга. Я его люблю за то, что это, можно сказать, один из самых демократичных видов спорта. Вот. Он не требует каких-то там сверхспособностей, и он не самый такой, как бы, агрессивный. То есть, каждый может от мала до велика показать свою силу, помериться силами. Поэтому такой спорт, он не только у нас, он по всей стране, по всему миру в последнее время набирает огромную популярность. Традиционно на ярмарке наградили молодёжь и объединение, которые достигли успехов в уходящем году. Среди награждённых семья Вокуевых Николай, Наталья и четверо их мальчишек стали победителями первого всероссийского конкурса «Семья года-2016». Для участия в престижном соревновании супруги составили презентацию о своём семействе, что было совсем несложно. Семья ведёт активный образ жизни, занимается спортом. Трое сыновей ходят в музыкальную школу, а старший сын Костя уже имеет награды по тэквондо. Я участвовал в соревнованиях, летал в Москву, Рахангельск, Санкт-Петербург, Волгоград, Казахстан. И вот здесь тоже участвовал. От Костей стараются не отставать и младшие братья. Я хожу в музыкальную школу, ещё хожу на робототехнику и хожу ещё на плавник. Также награда за вклад в реализацию молодёжной политики округа ждёт Людмилу Деткову. Она стала финалисткой всероссийского конкурса «Чайка», посвящённого полёту в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Эксперту управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу присуждено почётное общественное звание лучшей молодой государственной служащей России.